Мы выбираем Балтийский Артек. В Калининградской области завершилась смена для молодых учителей одноименного Всероссийского молодежного форума. В течение недели педагоги обменивались опытом, посещали лекции и семинары от ведущих специалистов сферы образования и вырабатывали стратегию развития воспитания школьников. Как это было, расскажет Александра Панина. Некоторый консерватизм образования – это вещь положительная, потому что образование – это передача культурного кода. То есть она от поколения к поколению передает те знания, те взгляды, которые были. Но когда жизнь так существенно меняется, на изломе, то возникают проблемы. Потому что жизнь одна, а образование – оно еще предыдущее. Постоянное повышение качества школьного образования – одна из важнейших задач любого общества. Не секрет, что от того, чему и, главное, как учат детей с самого раннего возраста, зависят абсолютно все сферы нашей жизни и то, в каком направлении пойдет развитие страны. Потому важно наладить диалог между молодыми педагогами, создать для них площадку для системного обмена опытом и идеями. И, конечно, ошибками, чтобы избежать новых. Самое главное – это рассказать основной массе, что это такое, с чем это едят, зачем это нужно. Это наша основная сейчас будет задача. Механизм реализации у нас уже есть, он уже отработанный. И у нас в регионе детское движение, в принципе, развивается хорошо. Другое дело его внедрить. Помимо дискуссионных площадок, педагоги посещают лекции, семинары фигур первой величины в сфере образования. Форум проходит под эгидой зарождающегося российского движения школьников. Организации призваны объединить детей, учителей и студентов, вовлеченных в педагогическую деятельность. Она займется не столько образованием, сколько воспитанием подрастающего поколения. Российское движение школьников, собственно, создано только в этом году. И до этого мы переформатировали всю форумную кампанию, и участники теперь, да, это молодые преподаватели, это молодые профессионалы. Но учителей мы не собирали никогда, для нас это первый опыт, и связан он конкретно с созданием российского движения школьников. На площадке Балтийского Артека, как и на всех форумах Росмолодежи, работает конвейер проектов. Каждый участник, прибывший сюда с конкретным предложением, выносит его на суд своих коллег и защищает. Области, в которых разрабатываются проекты самые разнообразные. От патриотического воспитания до развития школьной медиасферы. В один из дней об этом с педагогами беседовали культовые фигуры отечественной журналистики. Каждый из вас – это средство массовой информации. Каждый человек на планете Земля – это маленькая СМИ. Только взрослые СМИ, у них есть свидетельство и регистрация и прочая ерунда. Они платят налоги, а мы – вот простые все из себя. Корреспондент, сам себе редактор, сам себе режиссер. Не упустили шанс поговорить с ответственными за воспитание школьников и представителей высшего образования нашей страны. Разговор шел о сотрудничестве Российской Федерации Школьного Спорта с Российским Движением Школьников. Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил важность и своевременность создания подобной организации. Здесь есть крайности. С одной стороны, можно заформализовать списки, заявления, отчетность. Это не надо и, видимо, не время. А с другой стороны, чтобы это не было просто таким очень широким клубом, есть, нет и ничего не понятно. Неделя пролетела незаметно. Финальным и самым ярким аккордом стала встреча участников форума с помощником президента России Андреем Фурсенко. В ходе беседы он дал молодым педагогам несколько важных советов, актуальных перед началом учебного года 2016. Ведь уже в сентябре РДШ начнет свою деятельность в пилотных школах по всей России. Вот и подошла к концу первая в истории Балтийского Артека смена для молодых учителей. Сегодня победители конвейера проектов получили гранты на реализацию своих идей в регионах. Как у них это получится, увидим в будущем. А сейчас пожелаем удачи. Александра Панина и Леонид Бабков. Образовательный канал. Просвещение.